Как только наступило раннее утро, Марфа Ивановна направилась в тайгу. Небольшая деревенька, где жила старушка, раскинулась нестроенным рядом из полутора десятков домов прямо на опушке леса. Допили печки тут дровами, а заготавливали хворост из запавших веток на протяжении всего лета. Вот бабушка и отправилась в чащу. Сначала ходила неподалеку от деревни, но там соседи уже все почистили. Вздохнула она и пошла глубже. На пути стали попадаться отломанные ветром ветки и даже поваленные деревья. Марфа Ивановна, несмотря на свой почтенный возраст, была энергичной и шустрой старушкой. Она наткнулась на ветви с задором. Вскоре под деревом лежали две вязанки хвороста. Старушка покосилась на поваленный ствол, хотелось и его приспособить к делу. Но даже эти две вязанки ей будет тяжело тащить. Бабушка задумчиво покопалась в кармане и вытянула еще одну веревку. Марфа Ивановна неспешно пошла в сторону дерева. Внезапно до нее донесся какой-то странный звук. Пожилая женщина пошла к его источнику. Чем ближе она подходила, тем громче слышала поскуливание щенка. Но щенки сами по себе в глубине леса оказаться не могли. Неужели чья-то собака ощенилась и деревенские так избавились от приплода? Старушка повернула из-за дерева и обнаружила маленького волчонка, застрявшего в капкане. Зверек скулил из последних сил. Маленькую худую лапку нещадно зажало в железных тисках. Судя по засохшей багровой шерсти вокруг раны, животное отчаянно вырывалось, но не смогло убежать на свободу. Волчонок попал в ловушку несколько дней назад. Он исхудал, умирал от жажды и потери сил. Марфа Ивановна не смогла пройти мимо. Она приметила палку покрепче, осторожно всунула ее между зубьями капкана и изо всех сил нажала. Металл нехотя разошелся в стороны. Однако волчонок не спешил убирать лапу. Он со страхом уставился на бабушку и замер. Ей показалось, что он даже перестал дышать. Женщине пришлось самостоятельно вытаскивать лапу зверя. Животное даже задрожало, когда увидело тянущуюся человеческую руку. Затем Марфа Ивановна выдернула палку и капкан со звонким щелчком захлопнулся. Звук ударил зверя по барабанным перепонкам, заставляя очнуться. Волчонок резко вскочил на лапы, ошалела, глядя на ловушку. Пострадавшая лапа тут же подвернулась. Отчего бедное животное едва не упало на землю. Волчонок уставился на старушку, теперь в его взгляде не было страха. Марфа Ивановна хмыкнула и вернулась к своей работе. Она обломала толстые ветви у поваленного дерева, связала их и припрятала под кустом. Дотащить точно не дотащит, а за это время кто-то из соседей может присвоить себе находку. Когда старушка управилась с хворостом, она вернулась к двум готовым вязанкам. Одно забросила на плечи, другую взяла в руки и потихоньку пошла к дому. Позади послышалось странное поведение. Бабуля развернулась и с удивлением увидела волчонка. За своими делами она успела забыть про малыша. Он был свободен и мог бежать куда угодно, а вместо этого хромал прямо за человеком. «Иди домой, я тебе сказала!» Старушка говорила волчонку, но тот не обратил на просьбу никакого внимания. Поэтому пожилая женщина хлопнула в ладоши и топнула ногой. «Иди, кыш, кыш отсюда!» Животное отошло на пару шагов назад. Но стоило Ивановне развернуться, как тут же поспешила следом за ней. Старушка решила, что волчонок сам отстанет, когда ему надоест бежать за ней. У нее были более важные дела, чем отпугивание диких зверей. Хворост сам себя домой не принесет. Волчонок совершенно не понимал, что ему делать. Он остался один в незнакомом месте, да еще и попал в ловушку. Поначалу человек вселял ужас, но скоро стало понятно, что вредить зверю он уже не будет. Более того, ту гадкую железную штуку, которая делала больно, сняли с лапы. Малышу было плохо. Сильно болела пораненная лапка, от жажды пересохла во рту, а от голода лапы едва двигались. Интуитивно он потянулся за старушкой, которая сделала добро. Волчонок не понимал, почему идет за ней, но был уверен, что сделает верно. Однако с каждым шагом силы у животного заканчивались. Старушка шла медленно, но для раненого и истощенного зверька даже такой темп стал недостижимым. На трех лапах передвигаться было непривычно и неудобно. То и дело одна из конечностей цеплялась за другую, отчего волчонок летел носом в землю. Спустя время силы окончательно оставили его. Зверек сделал несколько шагов и тяжело рухнул на землю, быстро задышал. Когда он поднял взгляд на старушку, то уже было далеко. На животное нахлынуло острое чувство одиночества. Волчонок сильно испугался, что теперь он никому не нужен. От безысходности он тихонечко заскулил. Бабушка Марфа внимательно прислушивалась, шаги позади все не смолкали. Старушка покачала головой, вот упертый зверь попался. Однако вскоре сопение позади оборвалось. Женщина подавила порыв обернуться. «Это как с бездомными собаками. Стоит один раз посмотреть, и они уже идут за тобой домой». Старушка твердо решила следовать своему плану. Она сделала еще несколько шагов, но тут раздался плач. Звучал он, как вой волчонка, но женщина была уверена, что животное плачет. Она все же развернулась и увидела душесчипательную картину. Животное лежало на земле, неудобно подогнув раненую лапку. В его взгляде плескалось море обиды, одиночества и страха. Вязанка хвороста сама собой упала на землю. Марфа Ивановна громко вздохнула. Она подошла к малышу, подхватила его на руки и завернула в передник. Вопреки ожиданиям, зверек не испугался, даже расслабился. Спокойное покачивание в тесном переднике действовали усыпляющие. Вскоре малыш задремал. Старушка добралась домой после обеда. Она тут же положила животное на солому в небольшой ящик, принесла ему плошку с водой. Волчонок так давно не пил, что набросился на живительную влагу, грозя поглотить ее вместе с посудой. Когда мисочка опустела зверьку, стало легче. Бабушка принесла воды и старых тряпок и занялась раной животного. Она тщательно смыла засохшие багровые потеки. Ветеринаров и специальных лекарств в деревушке не было. Тут и на людей редко, когда хватало таблеток. Поэтому бабушка отправилась в темную, остро пахнущую травами коморку и принялась собирать засушенные листочки. В кастрюльку она залила сбор с водой и развела огонь в печке. Пока готовился отвар, Ивановна собрала на стол. Вчерашняя каша и кусок редки не сильно подходили для кормежки дикого зверя, но больше у старушки ничего не было, поэтому она честно поделилась кашей с животным. Волчонок долго и недоверчиво принюхивался, запах не был неприятным, просто очень странным. Такого он раньше никогда не пробовал. Любопытная мордочка развернулась к хозяйке дома, та спокойно сидела и ела свою порцию. Тогда зверек тоже осмелился попробовать. Он лизнул кашу языком, смешно склонил голову на бок, а потом лизнул ее с другой стороны. Вкус был странный, но животному понравилось. Голодный волчонок тут же набросился на угощение, сметая все подчистую. Марфа Ивановна только усмехнулась. Она оставила животину у себя. Каждый день промывала ему лапу отваром, кормила и поила. Постепенно зверек становился все более веселым. Его уже не устраивали тесные стены коробки. Острые зубки резались, поэтому картон пошел в расход в качестве погрызушки. Через месяц волчонок чувствовал себя хорошо, даже бегать стал быстро, хоть и немного прихрамывал на пораненную лапку. Марфа Ивановна решила, что животное можно выпускать на свободу. Крепко спеленала его тряпицей, чтоб не сбежал в сторону соседних домов и отправилась вглубь леса. Старушка пришла на то место, где обнаружила зверя. Она развязала ткань и поставила животное на землю около поваленного дерева. Волчонок задрал мордочку, жадно втягивая воздух. Вокруг почти забытые ароматы заполняли легкие. Он внимательно принюхивался и вдруг уловил чарующий и неповторимый запах мамы. Зверь, даже не оглянувшись, бросился за родным ароматом. «Удачи!» – прошептала вслед Марфа Ивановна. Прошло два года, и женщина уже не вспоминала о случае с волчонком. Она постарела, ослабла, но никто не отменял заготовку хвороста. Осень пришла слишком быстро. По ночам начались заморозки. Выпал тонкий слой снега, который не таял под редкими лучами холодного солнца. Но старушка все еще не насобирала достаточно хвороста, чтобы пережить эту зиму. Поэтому в один из погожих дней она отправилась в лес. Марфа Ивановна тянула за собой маленькие санки, на которые удобно было складывать ветви. Все лучше, чем на себе тащить. Старушка зашла уже в лес, когда почувствовала недомогание. Веревка от санок сама выпала из-за ослабевших пальцев. Бабушка потянулась рукой к ближайшему дереву, чтобы опереться на него. Но в этот момент перед глазами потемнело, рука промахнулась мимо ствола. Марфа Ивановна полетела на землю. Она ударилась головой о выступающий корень и потеряла сознание. Пожилая женщина пришла в себя только на следующее утро. С одного бока ее грело что-то большое и теплое, как печка. С другой стороны по руке и ногам ползали маленькие пушистые комочки. Марфа Ивановна ощущала, как малыши тыкаются в ее одежду носом. Они поскуливали и облизывали пальцы. Старушка удивилась щенкам. Она еще не пришла в себя окончательно, но была уверена, что животных рядом быть не должно. Но Ивановна открыла глаза. Над ней покачивали голыми ветвями деревья. Она внезапно вспомнила, как шла за хворостом. Стала приподниматься, и тут же звери отбежали подальше. Старушка в изумлении смотрела на пушистиков. Перед собой она видела волчицу с двумя волчатами. Вот кто грел ее, не давая замерзнуть на снегу. Солнце поменяло свое положение на небосклоне. Значит, она была без сознания несколько часов. Марфе Ивановне следовало бы испугаться. Дикие звери не самая лучшая компания. Но она была уверена, что ничего не случится. Не съели же ее до сих пор, поэтому старушка аккуратно поднялась. Перед глазами больше не темнело. Волчица со щенками отбежала еще дальше. Марфа Ивановна с удивлением увидела, что при беге животное немного прихрамывало на одну лапку. Тут же в голове всплыли воспоминания двухлетней давности, когда она выхаживала маленького обессиленного волчонка. Зверь вырос и превратился в красивую волчицу. Старушка нашла свои санки и медленно побрела домой. До самой опушки ее не отпускало ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Выйдя из леса, она оглянулась. Среди деревьев замелькали три тени, исчезая далеко в чащи. «Спасибо, милые», – прошептала старушка вслед волкам. «Кто бы знал, выжила бы она в промерзшем лесу, если бы не помощь животных. Скорее всего, она бы насмерть там окоченела. А весной кто-то из соседей нашел бы сани». Но волки не дали случиться трагедии. Звери умеют быть благодарными и всегда платят человеку той же монетой. Дорогие друзья! Спасибо, что прослушали историю до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. Субтитры создавал DimaTorzok